Я стою здесь для того, чтобы сказать вам истину. Бог ведет вас за собой. До тех пор, пока вы не поверите в это, вы не увидите это. Ваш настрой определяет ваши возможности и достижения. Не забывайте об этом. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Моя проповедь — это часть серии посланий под названием «Лучшие дни». Это послание я составил в те дни, когда мне казалось, что Господь Иисус оставил меня. Я жил в депрессии. Шесть лет назад наша церковь проходила через испытания. Отец умер. Я припарковался недалеко от церкви. Я был потрясен. И у меня начала сильная депрессия. И я был потрясен. Я говорил, Господь оставил меня. Он оставил меня, мою семью и нашу церковь. Мои слова отражали мое отношение. Церковь понимает, что наши слова имеют силу. Ты не увидишь победу и благословение, если ты не говоришь о поражении все время. Начни говорить хорошее, а для этого измени свое мышление. Бог остановил меня. Когда я жалел самого себя и сказал, говори о хорошем, я сидел в машине, и я начал писать слова на салфетке, которые мы говорим здесь. Я написал, я здесь с целью. Хотя я не считал это правдой. У меня есть цель. Я написал, я открыт для Бога, но мое сердце было закрыто. Депрессия и ощущения беззащитности обложили меня со всех сторон. Я не доверял людям и относился к ним с подозрением. Я считал, что меня предали. Бог сказал мне, провозглашай. Откройте филиппинцам, глава 1 стих 6. Да, апостол Павел написал это письмо незадолго до того, как он умер. Этот человек говорил в то, что Бог ведет его за собой и что он делает что-то всегда. Даже когда Павлу казалось, что он погибнет, Бог спасал его. Он написал, «Я уверен». Апостол написал, «Я уверен в том, что Небесный Отец, Который начал доброе дело в вас и во мне, будет совершать его даже до дня нашего Господа Иисуса Христа». Я хочу вселить в вас уверенность сегодня. Вы потеряли уверенность в Господе, потому что жизнь обошлась с вами круто. Эти перемены потрясли вас. Несмотря на это потрясение, Господь говорит вам сегодня, «Я продолжаю писать историю твоей жизни». «Я веду тебя за собой». «Я еще не закончил». Это не конец. «Все изменится, поверь мне». «Я дам тебе выход из положения». В Бытие 11 мы читаем о Фаре. Он был отцом Авраама. Возможно, вы знаете о том, что Авраама звали Авраамом. В детстве мы пели песню. У отца Авраама было много сыновей. Много сыновей было у отца Авраама. «Я один из них. Давайте прославим Господа». Да. Дальше. Не надо. Отцу Аврааму предстояло стать настоящим генералом веры, от которого произошли сыны веры. Он взял землю, которую Бог дал ему в Ханане. Она стала Израилем. Отец Авраама должен взять был эту землю. Фаре предстояло исполнить волю Бога, но ее исполнил Авраам. Фара был на пути к ней и взял Фара Авраама, сына своего, и лота, сына Аронова, внука своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананайскую. Они пошли. У Бога есть план для меня и моей семьи. У Бога есть план для детей. У Бога есть план для моего брака. Потом дело приняло неожиданный поворот. Дойдя до Харана, они остановились там. Они поселились там. Дальше мы видим перемены. Библия говорит об отце Авраама так. И умер Фара в Харане. Отец Авраама обосновался там и умер. Фара остановился в пути. вы провозглашаете о том, что вы в тупике, но вы просто остановились. Вы не попали в тупик. Зависимость не победила вас. Вы не в тупике. Ваш брак не погиб. Бог ведет вас за собой. Почему Фара остановился? Мы знаем только то, что у него была причина на это. Фара сказал, это местечко подойдет для моей семьи и для моего здоровья. Врач сказал мне жить. У меня нет выхода, потому что люди не считаются со мной и я грешу постоянно. Но вы не в тупике. Я стою здесь для того, чтобы сказать вам истину. Бог ведет вас за собой. До тех пор, пока вы не поверите в это, вы не увидите это. Ваш настрой определяет ваши возможности и достижения. Не забывайте об этом. Каковы мысли в душе человека? Таков и он. Поэтому мы говорим каждую неделю и я готов принимать истину. Вам выпадает грандиозный шанс, но вы не используете его, потому что вы считаете себя непригодным для этого. Что-то заставило его подумать, что он непригоден для этого. Вы остановились и вы считаете, что вы оказались в тупике. Бог знает, что вы думаете о браке и воспитании детей не так, как он. Ваше представление служения и бизнесе отличается от Божьего. Но вы не в тупике. Но вы остановились. Знаете, что Бог даст вам выход из ситуации, где кажется, что выхода нет. Ваш Господь Бог проложит путь в пустыне, хотя вам кажется, что это невозможно. Он сказал, я дам тебе источники в сухом, пустынном месте. Бог даст вам выход в безвыходной ситуации. Бог ведет вас за собой. В 19 веке жил человек по имени Генри. У этого Генри было видение стать изобретателем. Он родился в бедной семье, и он считал, что Бог не может достичь больших результатов через такую семью, как его. У него была работа. Он переехал в один дом, рядом с которым была хибара, где он хранил инструменты. Генри жил одной мечтой. Он хотел стать изобретателем вещей, которые облегчат жизнь людей. Он двигался к мечте. Генри посмотрел на велосипед и подумал о том, как можно помочь человечеству передвигаться еще быстрее. Генри мыслил категориями, изобретал слова, которых еще не было в словаре. Генри рисовал средства передвижения с четырьмя колесами, то есть автомобиль. Наш герой назвал его квадроциклом. В хибаре он соорудил средства передвижения с четырьмя колесами. Словари еще не содержали такого понятия, как автомобиль. Вы знаете, что я чувствую в духе? Скоро Господь подарит мне идеи и мечты. Их еще нет в словаре. Вы обосновались в Харане, и вы считаете, что Бог забыл о вашей стране и что Он забыл о вашем городе. Это не так. Бог перестал давать новые идеи и мечты. Это осталось в прошлом. Бог совершит новое в Талсе, что-то новое. Бог совершит новое в тех, кто поверил в проповеди и сказал, Бог ведет меня за собой. Бог ведет мою семью. Господь продолжает действовать через дары, которые Он дал мне. Вы вычеркнули себя из Его истории? Есть причина, по которой вы сидите в зале или смотрите эту передачу дома. Бог продолжает вести вас за собой. Итак, Генрис создает свое изобретение в хижине. У него была проблема. Он не мог выкатить изобретение из дверей той старой хибары. Эта история раскрывает тему. Мы попали в ловушку. Мы ограничили себя собственными способностями и возможностями. Мы говорим, «Я могу делать лишь это». Бог хочет разрушить эти стены, которые вы построили вокруг сердца и разума. Вы убеждаете себя, Бог не исцелит, не освободит и не сделает ничего нового через меня. Прошло время разрушить эти стены. Что сделал Генри? Он сломал стены хибары и поехал на квадроцикле. За 10 лет Генри выпускает 10 миллионов фордов модели Т и становится миллиардером. Он отдал должное своим отношениям с Богом и верил в то, что безграничные возможности и потенциалы людей, которые верят в то, что Бог может сделать все через них. Я хочу обратиться к вам. Вы остановились, вы застряли на месте, вы испытываете проблемы в браке, у вас застой на работе. Господь говорит вам, это не предел, Он даст вам большее, Он даст вам победу над привычкой и победу в браке. Он исцелит вашего сына. Он продолжает заботиться о ваших детях и о семье. Господь ведет вас за собой. Царь Давид сказал в псалме, Господи, испытай меня, начните верить всем сердцем в то, что Бог дает вам новое начало. Все начинается с сердца. Давид сказал, мое сердце это твой сад, приди и вырви сорняки и я принесу плод. Господь исследуй меня, изучи мое сердце и вырви все сорняки, которые мешают мне приблизиться к тебе. Направь меня на вечный путь, скажи я открыт. Есть люди, которые закрыли сердца, они рядом с нами, они смотрят на них, мы понимаем, лучше держаться от них подальше. Вы понимаете меня? Не приближайся. Люди обижали меня очень часто. Многие пасторы причиняли мне боль. Не приближайся. Их обидели. Мы спрашиваем их, кто обидел тебя? Из-за кого ты стал держаться на расстоянии от людей? Это происходит на строительных площадках, на магистралях и в соседских домах нашей любимой Талсы. Там стоит знак «Осторожно». Здесь ведутся строительные работы. Осторожно. В противном случае ты получишь травму. Не приближайся. Мы ведем себя так по отношению к Богу. Господь, не подходи ко мне. Когда я прихожу в церковь, я надеваю маску успешного человека. Не трогай мою душу. Там грязь, темнота и беспорядок. Я создаю имидж, который я выставил в Инстаграме. Господь не хочет, чтобы вы создавали имидж. Он хочет спасти вашу душу. Только Иисус Христос может решить проблемы вашей жизни. Алкоголь и наркотики не решат их. Обман, порнография и телевидение не решат проблем. Зависимость не решит их. Только Господь Иисус исцеляет ваши сердца. Господь может вылечить ваше разбитое сердце. Мы зациклены на том, что Бог может сделать для нас. Мы верим, что Он изменит тех, кто злит нас. Не думайте о них, но думайте о своем характере. Начните проверять себя. Откройте себя Богу и прими истину. Если вы займетесь своим характером, то увидите перемены в своей жизни. Ничто не изменится, пока вы не изменитесь. Люди переезжают, они вступают в брак с другим человеком. Но если это не изменяет твой настрой, то им не станет лучше от этого. Если вы хотите измениться, то скажите, Бог, мое сердце открыто, и я готов принимать истину. Смириться, захотеть и положиться на Бога. Смирись, захоти и верь Богу. Итак, смирение говорит, я не достиг. Я не достиг совершенства, но я забываю то, что осталось позади, и стремлюсь к тому, что впереди. Это смирение. Еще не тот, каким я хочу стать. Я не тот, кем я был, но я не останусь таким, какой я есть. Бог изменит мое отношение. Бог учит меня терпению и другим плодам Духа. Благодарите ли вы Господа за то, что дать любить всех членов вашей семьи, а за способность прощать. Позвольте Богу продолжать это дело. Иисус и Павел хотели сказать о том, что спасение это не однометное действие. Да, мы все родились духовно. Я принял Иисуса как Господа. Это было начало. Бог начал это доброе дело в нас. Он положил спасение до конца. Это процесс освящения. Освящение началось в день вашего покоения и оно продолжается. Оно продолжается до тех пор, пока вы будете говорить «Господи, действуй во мне. Я верю, что ты не оставил меня». Бог хочет освящать свое сердце и в будущем. Кто из вас хочет пообещать прямо сейчас? Вам не терпится пообедать, когда я пащусь до вечера, а потом приезжают домой, то я радуюсь, когда сажусь за кухонный стол. Вы перестали испытывать духовный голод. Вы успокоились. Вы стали как отец Авраама. Вы успокоились. Это правда. Бог говорит, склонись над духовным блюдом. Читай Библию так, будто ты сидишь в ресторане над деликатесами. Наклонись над ними и ешь. Давай ешь. Добавь приправу. Попроси у Бога двойную порцию. Попроси добавку у Бога. Попроси двойную порцию. Бог хочет, чтобы ты проголодался по Нему. Мы закончили школу или другое заведение, и от нашей жажды знаний не осталось и следа. Нам нужно снова стать неотступными. У нас нет прежнего рвения, чтобы сказать, Бог, действуй во мне. Я не хочу застрять в зависимости и в этой плохой привычке. Я хочу перестать обязывать своих детей. Я не знаю, какая у вас проблема, но я хочу сказать вам, Бог, не нужно нести в себе груст, стыда и вины. Покайтесь и скажите, Боже, продолжай изменять мой характер и развивать сферы моей жизни. Бог не злится на вас, когда вы грешите. Он просит вас позволить ему помочь вам и исцелить вас. Спиртное не поможет исцелить вас. Люди не исцелят вас, только Бог может это сделать. Бог не остановил вас. Смиритесь перед Богом и приблизьтесь к Нему. Надейтесь на Него. Бог посоветовал мне делать это. Когда я был в депрессии после того, как мой отец скончался, Бог сказал, «Пол, пробудись! Ты думаешь о церкви и о своем будущем не так, как я думаю обо всем этом. Ты мыслишь об этом неправильно. Вы знаете тех, кто потерял надежду и не знает, как ему набраться сил опять? Являетесь ли вы человеком, который потерял надежду на перемены? Вы не верите в это? Разрушь стену неверие, поверив в то, что Бог идет с тобою? Давайте поговорим о том, как обрести надежду. В четвертой книге царств царь Израиля и Иуды встретились друг с другом. Три еврейских царя повели Божий народ за собой. Неприятельская армия окружила евреев со всех сторон и отрезала им дорогу к провианту и к воде. Божий народ умирал от жажды из-за этого в 10 стихе царь Израиля сказал «Все кончено». Господь предаст всех нас в руки другого царя, то есть Бог позволил нам встретиться здесь, чтобы наказать за наши грехи. Божья милость позволяет нам встретиться с последствиями нашего греха, чтобы мы посмотрели вверх. Иисус хочет, чтобы мы поняли Господь Бог вытащит меня оттуда, куда я забрался. Это хорошо. В противном случае мы бы погибли из-за своего выбора. Бог не оставил их, но Он хочет, чтобы они возвали к Нему. Только Он может освободить их. Царь Иосафат спросил «Есть ли Божий пророк в лагере? Есть ли здесь пророк, который откроет нам волю Господа? Слуга сказал «Здесь есть Елисей, сын Сафата». Он помогал Илье. Бог готов говорить с вами. Вы спрашиваете, почему Он не говорит со мной годами? Вы перестали искать Его. Вернитесь к Нему. Счастлив тот, кто стремится к Богу. Бог призывает нас приблизиться к Нему. Он приблизился к нам. Приблизьтесь. Они сделали это, найдя Елисей. Елисей сказал царю, почему я должен помогать тебе? Они отвернулись от Бога. Они грешили и вели себя аморально. Иди к лже пророкам, с которыми советовались твои родители. Царь ответил, нет, Господь собрал нас всех. Это Бог привел нас сюда. Это последствия наших грехов. Нам нужно услышать Бога. Вот что ответил Елисей. Он сказал, я клянусь живым Богом, я не имел ничего общего с тобой, но я сделаю это ради Иосафата. Я помогу тебе ради этого человека. Бог освободит тебя, потому что твоя мама молится за тебя постоянно. Твоя бабушка стоит на коленях перед Богом ради тебя. Бог говорит, послушай, ты связан с тем, кто любит тебя очень сильно. Я не оставил тебя, я молся тебя, но Господь говорит, Он не оставил тебя. Елисей попросил позвать музыканта. Музыка помогает улучшить проповедь. Когда музыкант начал играть, сила Бога сошла на Елисея. Елисей объявил царям о пророческом слове для царей. Он сказал, Бог велит вам делить рвы за рвами на сей долине. Божий народ, копайте рвы во всей этой сухой земле. Ответьте мне, для чего нужно копать рвы в пустыне, где нет воды? Для чего? Елисей сказал, завтра к этому времени вода наполнит эти рвы. Берите ведра, потому что Господь обеспечит вас водой. Они умирали от жажды, и вода для них была спасением. Вода стала жизнью для них. Елисей сказал, Бог даст вам воду. Он даст вам победу над врагами. Эти враги пытались убить вас. Они пытались разрушить ваш брак и семью. Они пытались убить вашего сына и дочь. Они пытались убить вашего отца и брата. Бог даст вам победу. Он даст вам победу над всеми вашими врагами завтра. К этому времени вам нужно копать рвы. Копать рвы. Вам нужно подготовиться. Вы хотите, чтобы Господь дал вам все за вас. Мы верим, что Он изменит тех, кто злит нас. Не думай о них, но думай о своем характере. Начни проверять себя. Откройся Богу и прими истину. Вернись к духовной жизни. Смирись перед Господом. Стремись к духовным вещам. Надейся на Бога. Я позабочусь о тех, кто окружает вас. Если вы займетесь своим характером, то вы увидите перемены в своей жизни. Копайте рвы. Елисей сказал об этом. Пророк Елисей сказал в 18 стихе 4 книги царств. Сделайте это для Бога легко. Сделайте это для Господа легко. Библия говорит, и наполнилась земля водою на следующий день. Еврейские цари ожидали полную победу и одержали ее. Они одержали полную победу над врагами. Однажды мне рассказали историю о мужчине и о его ослике. Человек использовал труд ослика. Ослик состарился и пришел срок ему подходить. У мужчины не хватило духу застрелить ослика. Я положу осла в яму, закопаю заживо и сделаю холм над могилой. Он положил осла в яму и начал кидать землю лопатой на него. Ослик подумал про себя послушай я еще жив. Я дышу пока. У меня есть цель. В Библии есть один говорящий ослик. Если Бог использовал ослов тогда он делает это и сейчас. Ослик лежал а хозяин бросал землю. Это не конец. Хозяин закапывает меня. Но жизнь не кончилась. Когда земля падала на голову осла, животное встряхивало ее. Хозяин перекидывал землю лопатой на него, а ослик встряхивал ее с себя и наступал на землю. Это повторялось. Ребята, земля летит на вас. Стряхни с себя эту землю. Земля это слова людей и слова дьявола, которые он шепчет тебе. ты чувствуешь, что тебя закопали, но Господь говорит, стряхни землю с себя и наступи на нее. Бог не остановил тебя. Ослик встал на горку земли в яме и выбрался из нее. Вы смотрите нашу передачу и это доказывает то, что вы живы. Это означает то, что Бог не оставил вас. Если вы дышите, то это значит, что Бог с вами. Он спасает вашу семью. Он обеспечит вас. Он вернет вам чистоту. Господь даст вам свидетельство. Он спасет ваш брак. Бог не оставил вас. Врагу нравится говорить вам, что Бог покинул вас. Ты поражен и ты попал в тупик. Ты не выберешься из этой проблемы и не изменишь поведение. Твои дети и отношения с женой не изменятся. Врагу нравится, когда мы и унываем. Положитесь на Господа Бога. Если вы потерпели неудачу, то это не значит, что вы неудачник. Все мы ошибаемся. Терпим поражение и помним моменты, когда надо было поступить по-другому. Не живите сожалениями о прошлом. Начните жить сегодня. Верьте в то, что Господь простил вас. Он спасает вас. Он дает вам свидетельство. И Он не оставил вас. Молитесь вместе со скажите Господь спасибо тебе за то, что ты не оставил меня. Спасибо тебе за прощение моих грехов. Спасибо за яркое будущее. Я провозглашаю твои лучшие дни. Ожидают меня впереди. Я провозглашаю, что ты не оставил меня. Во имя Иисуса. Аминь. Мы любим вас и молимся о вас. Лучшие дни ждут вас впереди. Вернитесь в свою церковь. Если вы нуждаетесь в поддержке, то зайдите на наш сайт. Там вы найдете все наши проповеди на victory.com. Мы любим вас. лучшие дни ждут вас впереди.